Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы GetCourse в CRM-систему Bittrex24 в виде лидов. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы из GetCourse в другие системы. Например, вы сможете создавать новые лиды в Bittrex24, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных GetCourse. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт GetCourse, на который будут приходить данные. В этом окне вы можете дать ему название при необходимости или просто кликнуть «Сохранить». После создания виртуального аккаунта выбираем его в списке и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет GetCourse для настройки. Нам необходимо перейти в раздел задачи «Процессы». Далее нам нужно создать новый процесс. Вы можете дать ему произвольное название, например, в зависимости от того, какие данные будут использоваться и в какую систему они будут передаваться. Далее необходимо указать тип объекта, с которым мы будем работать. На выбор доступны заказы, пользователи, покупки и звонки. В данном случае я хочу настроить получение новых заказов. Мне не нужен шаблон процесса, поэтому я указываю без шаблона. Далее кликаем «Создать». На этом этапе в разделе «Массовое создание задач» отмечаем пункт «Периодическая проверка». Необходимо указать правила вхождения объекта. Например, я хочу, чтобы заказ передавался в Apex Drive по дате создания. Далее необходимо указать GetCourse, с какой даты нужно начинать передачу данных. Далее необходимо выбрать дату начала проверки. Теперь необходимо сохранить созданный процесс. Далее переходим на вкладку «Процесс». Добавляем новый блок «Операция». Выбираем пункт «Вызвать URL». В появившемся окне в поле URL необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее после ссылки через знак вопроса необходимо добавить переменные, которые будут передаваться при создании заказа. Пример этих переменных описан в нашей справке по настройке GetCourse, как источника данных. Поэтому просто скопируем их оттуда. Если вы захотите использовать какие-то другие переменные, об этом можно подробнее узнать в технической поддержке системы GetCourse. Также ссылка на нашу справку с примером переменных будет в описании к этому ролику. После копирования переменных переходим в GetCourse и продолжаем настройку. Вставляем скопированные переменные после указанной ссылки URL. После всех манипуляций кликаем «Сохранить». Далее необходимо добавить еще один блок «Завершение процесса». После добавления блоков нам необходимо последовательно соединить их между собой. Далее необходимо протестировать эту настройку на реальном заказе, поэтому кликаем «Тестировать». Далее нам необходимо указать номер заказа, на примере которого мы хотим произвести тестирование. Также отмечаем галочкой «Выполнять действия по-настоящему». После того, как тестирование выполнено успешно, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex 24. Теперь необходимо указать действия «Отправка лидов». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Bittrex к системе Apex Drive. Необходимо выбрать облачную или коробочную версию Bittrex, страну регистрации, а также доменное имя портала Bittrex 24. Для этого переходим в CRM-систему Bittrex 24. Теперь необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex 24. После успешной установки приложения копируем доменное имя. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Теперь вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае следами. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, в который будут попадать новые лиды, а также заполнить поля данных. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bittrex 24». Обратите внимание, что данная ошибка возникает по причине того, что данные из GetCourse передаются сразу вместе с дополнительными символами в цене и в сумме. Для того, чтобы это исправить, добавляем еще один блок «Форматирование». Выбираем переменную со значением «Сумма». Выбираем действие «Преобразовать в число». Добавляем еще одно действие. Выбираем переменную со значением «Цена». Выбираем действие «Преобразовать в число» и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите результат преображения при помощи форматирования. Обратите внимание, блок «Форматирование» создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Bittrex, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блока «Форматирование». После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить». Теперь пробуем отправить тестовые данные повторно. После успешной отправки переходим в Bittrex 24 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex 24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...